Вирус африканской чумы свиней угрожает популяции тигров. В Бикинском районе обнаружены трупы диких кабанов, которые погибли от вируса. Хотоведы опасаются, что если африканская чума достигнет в лесу масштабов эпидемии, хозяин тайги лишится кормовой базы. Тему продолжит Александра Теплякова. Первый случай обнаружения африканской чумы свиней на Дальнем Востоке произошел в июле в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, где животные содержались с нарушением ветеринарных норм. А уже к началу сентября были официально зафиксированы 16 вспышек от Приморья до Амурской области. На днях стало известно, что африканская чума свиней дошла до Хабаровского края. В Бикинском районе охотники подстрелили кабана, а неподалеку были обнаружены трупы животных, которые умерли своей смертью. Анализы показали, все звери были заражены. Заболевание крайне опасное для свиней, как диких, так и домашних. В общем, смертность может достигать 100%, ну от 50 до 100. Причем переболевшие животные являются вирусоносителями, источниками, так сказать, опасности для здоровых животных. Дикий кабан – жертва в этой ситуации, говорят эксперты. Главный распространитель болезни – домашние животные и те материалы, которые используют фермеры при ведении свиноводства. Но если в хозяйстве можно вести карантин, бороться с распространением чумы в тайге – очень сложно. Кабаны постоянно мигрируют. В Дании, например, с чумой решили бороться с помощью заборов. Этот начали строить на границе с Германией, чтобы зараженные животные не смогли пересечь черту. Российские охотоведы в таких мерах смысла не видят. Переносчика может быть даже птица. Но не реагировать тоже нельзя. Сокращение количества кабанов может повлиять и на количество тигров. По последнему официальному учету 2015 года в крае обитает 109 полосатых. Не будет хватать кабанов – тигры начнут охоту на собак. Тигр же кормить не будешь. Но это неправильно. И тигр должен сам добывать свой корм. А корма ему просто объективно будет добывать иные корма. Я имею ввиду, например, зюбр. Зверь осторожный. Самый действенный способ борьбы с африканской чумой – отстрел зараженных животных. По прогнозам специалистам, если через несколько лет популяция кабанов сильно сократится, придется закупать для разведения парнокопытных в других регионах.